Мы в этом году ввели новую практику, таких мини-отчетов наших главпоселений, для того, чтобы была возможность сверить и синхронизировать все наши планы. У вас была возможность отчитаться о тех поручениях, об их исполнении, которые были изложены в ходе наших поездок, встреч. По словам Иванова, сегодня Успенская является одним из самых успешных и передовых поселений района. Большой местный бюджет этому только помогает. Приведу цифры 2016 год, доходы сельского поселения Успенская 799 миллионов рублей. Цифра огромная, она хорошая, и мы ее стараемся расходовать на пользу наших жителей. Основная доходная часть – это земельный налог от юридических лиц. На ближайшие три года резерв средств уже составляет 150 миллионов. В рамках программы «Безопасный регион» в 2016 году на территории поселения установили 42 видеокамеры. Камеры все работают, системы все сведены в единую диспетчерскую службу. Также они заведены в ЖКХ, чтобы они видели свои энергообъекты. Они заведены в наш отдел полиции, который могут в режиме онлайн по системе ТРАСИР посмотреть. И вот качество наших видеокамер, которые наблюдают. Да, они видят и памятники, и детские площадки. В июле после реконструкции в Успенском откроется Дом культуры. По своему оснащению и функционалу этот объект будет уникальным. Школьники смогут здесь заниматься спортом и посещать кружки. И мы хотим построить работу таким образом, чтобы наши ученики Успенской школы с 8.30 до 15.00 полностью спортзал был за учениками. Буквально 100 метров переход от школы к спортзалу. Они могут заниматься скульптурой. Плюс у нас есть два хороших помещения. Это художественная мастерская и помещение хореографии, где можно проводить и уроки рисования, и уроки музыки. Я думаю, что когда мы начинали эту работу, мы не понимали, что в данном случае мы становимся такими инноваторами. У нас совмещается спорт с культурой в одном заведении, что очевидно более эффективно. Оптимизируются расходы на административный аппарат. Нам не нужно отдельно строить спортивный зал. Все у нас в одном комплексе. В этом году в поселении планируют построить крытый ледовый каток. В Маслова и Барках восстановить памятники воинской славы. Строительство детского сада и дома культуры начнется в горках десятых. А еще власти проведут капитальный ремонт внутриквартальных дорог и дорог общего пользования. Анна Макарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...